Трудные места с библейским порталом Экзегет Первое послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих Начнем немножко раньше, с 11 стиха, чтобы был понятен контекст Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью А учить же не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен Но жена, прельстившись, впала в преступление Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви И в святости с целомудрием Спасется через чадородие Знаете, это часто понимаю так, что Ну, женщина, она должна детей рожать Больше-то она ни на что не годна Я не думаю, что Павел такое хотел сказать Нет, конечно, смотрите Тут, извините, для феминизма места нету Как ни толкуй, а учить жене не позволяю Не властвовать над мужем И вдруг в конце идет такая оговорка Впрочем, вот обратим на это внимание То есть он все-таки хочет сказать, что Женщина не то чтобы помощник и друг человека Она тоже человек и тоже обретает спасение Через чадородие Ну, и многие так и понимают Что давай рожай детей как можно больше И это будет твоя роль Больше никакой нет Слушайте, ну Павел Столько имел дело с женщинами Христианками И не только Павел Но у него есть эта история Там про Лидию, например Я не буду сейчас пересказывать Но, в общем, он совершенно не похож на человека Который женщину отправляет на кухню, в спальню И все И считает, что больше ничем она заниматься не может Смотрите Вот выражение Диатестек ногоньес Можно понять греческое По-разному Можно понять, как благодаря чадородию Рождению детей А можно понять посреди этого самого чадородия Ну, давайте по-русски будем говорить Чадородие Это церковно-славянское слово Рождение детей Вот многодетная семья Женщина, у которой Это куча детишек Еще и муж Еще хозяйственные заботы Слушайте Где ей время взять на то, чтобы там Помолиться Побогословствовать В тишине Поразмышлять о величии Божьем Да негде Сами все знаете Да, кто это видел или тем более кто испытал Разбитые коленки Соплевые носы Каша И все прочее Где духовная жизнь? Нету Значит не спасется Да Вот некоторые, судя по всему, так и говорят Отсюда, кстати Давайте обратим внимание В том же послании Это первое к Тимофею Четвертая глава Третий стих И там Такая вот Фраза Про людей Которые Это отдельное трудное место Запрещающие Вступать в брак И употреблять пищу То, что Бог сотворил Что это значит? Они запрещают Вступать в брак Ну вообще-то В очень многих Религиозных традициях Есть представление о том Что человек Живущий семейной жизнью Он Потерян для жизни Духовной Ну потому что Да Женатый заботится о том Как угодить жене А замужний о том Как угодить мужу Естественно Семейная жизнь Она очень требовательна И Тут уже не до высокого И Павел Потому сам Оставался неженатым И другим советовал Если хотите этим заниматься Но одно дело Советовать Как будет лучше А другое дело Презирать тех Кто не последовал совету Тех у кого другой выбор И вот здесь Мне кажется Павел Как раз отвечает Скорее тем Кто запрещает браки Они говорят Ну вот Либо вы давайте Размножаетесь Занимаетесь этими Низкими делами Разбитыми коленками Сопливыми носами Грязными пеленками И кашей недоеденной Либо вы О высоком О боге А он говорит Это не мешает Если она будет Пребывать в вере Любви И в святости С целомудрием И тут кстати Встанет вопрос А простите Откуда у нее дети Если она в целомудрии Пребывает Дело в том Что целомудрия В современном русском языке Многие понимают Как девственность Абсолютную непричастность В сфере пола Но это совершенно не так Греческое слово Софрусюны Буквально означает Здравомыслие Но здравомыслие Такое не практическое А скорее Здравое Понимание мира Здравый рассудок И здравое отношение К вещам Поэтому оно совершенно Спокойно сочетается С семейной жизнью Но наверное Оно не сочетается С разгульным Развратом Да Это совершенно точно Но вот С нормальной Семейной жизнью Сочетается полностью И требования к ней Смотрите Вера, любовь И святость целомудрием Ну да Хорошо быть святым Понятно что Если ты святой То ты спасешься Но здесь слово Хегиосмос Это Ну как бы Принадлежность К Богу Это не то что Высочайшая степень Личного совершенства Которую Тоже наверное Очень трудно достичь Среди коленок Носов И пеленок Да А это вот Что-то такое Что Достижимо Даже в условиях Семейной жизни Даже в условиях Многодетности Мне кажется Это более Такое Человеколюбивое Понимание Поэтому она мне нравится Больше И если Павел хотел сказать Ну она спасется Родив много детей Он бы так и написал А вот здесь Буквально Пройдя через Да Текногуни А через рождение детей Все равно Она может Обрести это спасение Кстати слово Спасется По-русски Не очень точно Смотрите Спасайся кто может Это значит Как рабль тонет Бери круг Плавательный Бери лодку Шлюпку И давай Спасайся Себя спасай По-гречески Здесь извините Пассивная форма Страдательная Будет спасена Не сама себя спасет Да Там другая была бы форма Есть средний залог В греческом А есть Страдательная Пассивная Это однозначно Она будет спасена То есть Господь ее спасет Тоже Важный момент Потому что Иногда Это так понимают Что Человек спасает Себя сам Путем определенных Аскетических упражнений Вот точно Не к Павлу с этим Да Он ясно Совершенно Эту мысль Отрицает Как раз Аскетические упражнения В семейной жизни Они труднодоступны Прямо скажем Да Там своя Аскеза Другая Она заключается Не в многочасовой Молитве А вот как раз В коленках Пеленках Кашах И простынках Да Вот И поэтому Здесь Наверное Надо Это было бы перевести Как Она будет спасена Но По-русски Уже вот спасется Стало таким Христианским термином Что в общем Почти никто От него Не отказывается В завершении Современные Переводы Перевод Российского Библейского Общества Впрочем И она Будет спасена Рожая детей Если конечно Будет жить с верой И любовью Свято и разумно Перевод Под редакцией Кулакова Впрочем И женщины Поскольку Они детей рожают Вот он Поскольку Именно Спасены будут Если конечно Останутся в вере Любви Святости И целомудрие И мой перевод Но рожая детей Она спасется Если сохранит Веру Любовь И святость С благоразумием Верно сказано Там еще Продолжение Которое Переходит Уже На третью главу Ну что ж Боюсь Что Одно из тех Трудных мест Где однозначного Ответа у меня нету Но Может быть Неоднозначность Бывает даже Полезнее Однозначности Потому что В конце концов Если бы Павел хотел Чтобы мы все Понимали Абсолютно Одинаково И просто Он бы Наверное Яснее выражался Может быть Вот в этой Туманности Есть какой-то Замысел Павла Или даже Замысел Божий О том Чтобы мы Сами немножко Думали И применяли Те отрывки Которые мы читаем К своим обстоятельствам К своим контекстам Иначе Все это будет Просто таким Пустым начетничеством Внеси Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры